Некоторые люди считают, что есть какие-то для нас, для верующих, запретные темы. Вот о чем-то мы в церкви не имеем права говорить, как бы каких-то сфер церковь не имеет права касаться. Но знаете, вот есть жизнь, и эта жизнь может проявляться в разных сферах. Одна и та же жизнь. Когда мы смотрим, как жизнь проявляется в сферах взаимоотношений, то какой тема это касается? Семьи. Правда же? Семья. Это отдельно. На самом деле, кажется, вот есть жизнь, а есть семья. Нет. Это просто жизнь. Мы назвали это семьей. Ну так назвали. А на самом деле жизнь в сфере взаимоотношений называется семьей. Жизнь в сфере финансов, как называется? Экономика. Экономика. В Библии нет такого слова экономикой. Но когда мы читаем Библию, мы видим в ней финансовые вопросы поднимаются? Поднимаются. Затрагиваются. И как правильно использовать финансы? И как неправильно использовать финансы? Правда же? Об этом говорится. То есть затрагивается. Хотя нет слова экономики, но жизнь проявляется в финансовой сфере. Да, она называется экономика. Жизнь, проявляющаяся в общественной сфере, в сфере жизни общества. А как называется? Политика называется. Да, политика, социальная сфера, политическая, политическая сфера. Опять-таки в Библии нет вот самого такого слова политика. Политика мы не встречаем в нашем сенодальном переводе. Однако есть проявление в общественной жизни, называется политика. То есть вот как бы мы взяли и как будто сделали такой большой шкаф, и там разные полочки. Вот это у нас там полочка политика, полочка экономика, полочка семейные взаимоотношения, там социальная наша жизнь, здоровье, например, духовная жизнь. То есть много-много разных полочек. И это все проявление жизни. Жизнь в нашей молитвенной сфере проявляется в духовную область. Жизнь во взаимоотношениях в семью, в общественной жизни, в политику. И почему-то некоторые считают, вот мы имеем право каких-то тем касаться, а вот каких-то тем не имеем права касаться. Это нельзя этого касаться там. Например, про семью можно говорить, а про политику нет, нельзя, нельзя говорить про политику. Как ты говоришь про политику? В Библии много говорится про правителей и пророки и апостолы говорили, про разные сферы жизни, в том числе то, что касается жизни нашего общества. И это не только для того, чтобы мы изучали, вот они раньше говорили так, а мы как бы теперь это не имеем права. Нет, это некий пример для нас. Есть жизнь, потом уже это все подразделили, но на самом деле жизнь, она едина, она целостна. И нету запретных полочек для нас, нету в жизни запретных сфер, которые верующие или церковь не имеют права касаться. Мы имеем право любой темы касаться. Вся проблема в том, как касаться. Можно этой сферой заниматься праведно, а можно заниматься беззаконно. Можно чем-то заниматься чисто и честно, а можно лживо и подло. Правда же, драгоценные? Вот семейная жизнь, с одной стороны, если ты праведно ведешь ее, это сфера благословений. С другой стороны, если там грехи, нарушение божьих заповедей, это будет проблемная сфера. Правда же, драгоценные? И так касается всего. Могут ли верующие быть финансистами, бизнесменами? Конечно могут. Весь вопрос, как они ведут свой бизнес, правда же, драгоценные? Могут ли верующие жениться, выходить замуж? Конечно могут, конечно могут. Это в последние дни, там написано, будут некоторые запрещать вступать в браке. Но мы можем этим заниматься. Конечно, кто-то хочет быть один, кто-то выбрал путь быть одним. Бог тебя благословит. Кто-то хочет быть семьей, Бог тебя благословит. Все дело в том, как ты занимаешься семейной жизнью. Если кто-то из верующих хочет заниматься политикой, мы можем это касаться. Весь вопрос, как этим заниматься? С каким сердцем? С какими мотивами? Правда же, драгоценные? Поэтому нет запретных тем. Мы видим в Библии разные темы. И темы интимных отношений точно так же есть, о которых тоже мы можем об этом говорить. В Библии есть некие принципы, связанные с интимной жизнью человека. И может быть для кого-то удивить, но христиане тоже занимаются сексом. Да, есть такое. И в Священном Писании есть, да? Есть некие принципы. Но все дело в том, как ты этим занимаешься. Поэтому, драгоценные, мы в церкви можем брать абсолютно любые темы нашей жизни. Потому что Иисус является Господом жизни. И смысл этого, чтобы Божий свет, Божью любовь приносить в ту или иную сферу нашей жизни. Продолжение следует...